Всех приветствую! С вами канал Азбука Радиосхем. И в сегодняшнем видео я, как и обещал, расскажу, как получить довольно высокое напряжение с обыкновенного DC-DC преобразователя. И если обещал, значит сделаю. С меня видео, а с вас подписка и может быть какая-то поддержка. Если не материальное, то хотя бы просто поделиться этим видео. А мы давайте продолжим. Конечно, есть маленькие тонкости. Вы уже мне не раз задавали вопросы, что большинство DC-DC преобразователей на выходе, даже если не повышающие, на выходе имеют напряжение всего лишь там около 30-40-60 вольт. А вам, допустим, нужно напряжение повыше 80 или 100, или вообще 150 вольт. Куда применять, допустим, такое высокое напряжение? Ну, это у каждого свои задачи. Я, допустим, их использовал для прозвонки и матриц подсветки телевизоров, где более высокие напряжения. Также для прозвонки светодиодных ламп, когда светодиоды здесь объединены не по одному, а по несколько штук на кристалле. Вот, допустим, как здесь, здесь 10-ти вольтовые светодиоды. В общем-то, у каждого может быть своя задача. И вот как это более-менее просто реализовать, я и расскажу в этом видео. Я расскажу на примере вот этого преобразователя. Но использовать этот принцип можно будет с любыми повышающими DC-DC преобразователями. Характеристики у этого преобразователя не такие же и суперские, но для многих задач его хватит. И тем более для нашей. Единственное что, нам их понадобится несколько штук. Итак, характеристики этого преобразователя. Входное напряжение у него от 2 до 28 вольт. Выходное также от 2 до 28 вольт. Ну, это если все верить заявленным параметрам на некоторых сайтах. Но мы к этому придираться не будем. Итак, для того, чтобы понять, как это все работает, по принципу сложения, как обыкновенные батарейки. И вот если мы на каждом выставим напряжение, пускай по 25 вольт, а у вас, если ваши повышают и выше, допустим, 30, 35, 40, вы будете слаживать со своих напряжений. Давайте посмотрим на блок-схему, где я изобразил два этих повышающих преобразователя. Вот наши элементы питания. И вот наши два преобразователя. Ну, допустим, вот они. Первый и второй. На каждом из них на выходе 25 вольт, пускай будет. В сумме мы должны получить здесь 50 вольт. Давайте посмотрим на схему. Питание, как вы видите, подаем мы индивидуально. На каждый из наших преобразователей. И ни в коем случае нельзя делать здесь ихние соединения. Они должны быть полностью гальванически развязаны. Зато выхода, наш плюс, с минусом здесь соединены. И получается, разность потенциалов складывается. Если нам нужно получить напряжение выше, мы набираем дальше преобразователи. По такому же принципу. Можно 3, 4 и далее. На 4 мы уже можем спокойно получить около 100 вольт. Даже чуть-чуть больше. И каждый питается, допустим, от отдельного элемента питания. Надеюсь, это видео вам помогло разобраться. И вы воспользуетесь этим методом. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А на этом всем пока. Продолжение следует...